А в новый 1913 год Самара вступила как красотка с чудными глазами в хорошо сшитом фраке с тремя мушкетерами и не покидая заколдованного круга. Цены на балкон и амфитеатр были уменьшены, куплеты хороши и веселы. Возвращаемся на 110 лет назад. Держись крепче. Поехали. Ренье блузок, пенье дверей, рев карапузов, смех матерей. Итак, на дворе у нас декабрь 1912. И вот-вот вступит в свои права новый 1913 год. Самара начала готовиться к его встрече загодя. И уже 26 декабря городской театр давал сразу два представления. Утром самарцы могли увидеть известную мелодраму «Две сиротки». А вечером этого же дня драму «Женщина и паяц в пяти действиях». Ничуть не менее насыщенной была и программа нескольких следующих дней. Здесь историческая драма «Князь Серебряный» и другая историческая драма «Три мушкетера» и, наконец, премьера. Веселая комедия, хорошо сшитый фраг или как делаются министрами. И, наконец, вечером 31 декабря на сцене городского театра можно было увидеть сильную мелодраму «Красотка с чудными глазами». Почему сильную? Нет, этого мы вам сказать не можем. Но только так и не иначе называли ее газеты и афиши. Видимо, дело в глазах. А в чем же еще? Ну, а если вам не досталось билетов в городской театр, не расстраивайтесь и спешите в театр «Цирк Олимп», где вечером 27 декабря устраивался грандиозный бал «Маскарад». Или торопитесь в общественное собрание, где в тот же самый вечер можно было посетить семейный праздник с концертным и танцевальным отделениями. Билеты продавались накануне, а вот в первый день после праздника кассы не работали. Одним словом, была бы охота повеселиться, а уж место для этого найдется. Это хорошо знала Самара, которая провожала 1912 год и уже спешила навстречу новому 1913-му. Самара с чудными глазами, не скупившиеся на эпитеты и аплодисменты для всех тех, кто делал ее праздники яркими и запоминающимися. 29 декабря 1912 года в Народном доме состоялся спектакль в пользу Пушкинской бесплатной библиотеки читальни. По исполнению спектакль удался в высшей степени. Это было видно даже по той абсолютной тишине, в которой празднично настроенная публика Народного дома слушала музыкальные номера. Исполнители были награждены шумными овациями. Прекрасна была и постановка некоторых сцен, например, дуэта демона с ангелом, а также световые эффекты, за которые нужно воздать должную справедливость режиссеру Евдокимову, успевшему даже заменить Фадевиле заболевшего исполнителя. Обидно только за публику, которая с большим удовольствием посещает представлений вроде пресловутого доктора-потрошителя, чем такие чисто художественные спектакли. Надеемся, что в будущем самарская публика сумеет очнуться от праздничного угара и обратит внимание на симпатичные по цели и по художественному исполнению спектакли. А еще в рождественские и новогодние дни проводились благотворительные елки, также привлекавшие публику, которая была не прочь повеселиться, а заодно помочь собранными средствами тем, кто нуждался в этой помощи. Устраивались такие елки доброходами, которые хотели оказать помощь нуждающимся. Плата за вход на такие елки была не очень высокой, а вот зато программа часто бывала очень и очень соблазнительной. Впрочем, часто бывало, что никакой особенной программы у строителей не придумывали, и тогда вечера носили домашний и почти семейный характер, но и в этом случае они проходили очень душевно и весело. Накануне таких праздников в центре зала ставили большую ель или маленькую елочку, украшая ее самодельными игрушками, склеенными из цветного картона. Если же цветного картона под рукой не оказывалось, а случалось и такое, тогда акварельными красками раскрашивали белой. Стены украшали цветными фонариками и свечами, соединенными спиртовой нитью. Начинались такие благотворительные праздники обычно детскими хороводами вокруг елки. Александровска, береза у ворот Кремля, стояла, стояла, пели дети. А на листьями шумела, шумела, золотым венцом сияла, сияла. После этого дети декламировали стихи и играли в какие-нибудь игры вроде «Поймай птичку». постепенно они осваивались, переставали робеть и вели себя все более и более шумно. Наконец дети уставали и их провожали в специальную комнату, где уже стоял стол, украшенный сладостями и подарками. Покинем ненадолго нашу благотворительную елку и позаботимся о праздничных покупках. Вот, например, аптекарский магазин «Неденталь» на Дворянской улице приглашал покупателей за хлопушками, конфетти, бусами елочными и комнатными фейерверками. А вот московский магазин «Рухлова» на Плодской улице ждал желающих купить кармелевку и пряники для украшения елки, а также лучшие отборные окорока и разные закуски, вина, наливки и коньяки. Если же и елка, и праздничный стол у вас уже есть, самое время отправиться в торговый дом братьев Пиккинер на углу Панской и Соборной улиц, где своих покупателей уже ждали изящные бальные и нарядные платья, полученные из вены. А мы, между тем, возвращаемся на нашу благотворительную елку, где после ухода детей воцарялось особенное оживление возле великолепного буфета. На столе, покрытом белоснежной скатертью, среди еловых ветк уже стояли бутылки с самыми разными винами и горки для рюмок. Около рюмок можно было видеть большую металлическую кружку с отверстием, куда после каждой выпитой рюмки нужно было опускать монету, хотя бы медную, кто какую хотел. Такая же кружка стояла и возле закусок, и туда тоже полагалось опускать монету после того, как бутерброд перекочевывал из тарелки в руки жаждущего. Разбившись на группы, гости шутили и развлекались кто как мог и хотел. Смеялись, танцевали, затевали какие-то игры, которые тоже сопровождались взрывами хохта и новым звоном монет, которые падали вначале на дно одних рюмок винных, а потом на дно других закусочных. А теперь фанты объявлял кто-нибудь из присутствующих. Это означало, что теперь одни гости будут придумывать самые невероятные желания, а тот, кому выпало водить, будет их исполнять. И снова шутки, смех и звон монет, которые падали на дно вначале одних кружек, а потом других. Этот смех и это веселье помнят стены тех самарских домов и зданий, которые были свидетелями благотворительных праздников, на которых веселились когда-то наши прапрадеды. Те самые, для которых далекий 2023 год был чем-то почти невероятным. 30 декабря 1912 года в три часа дня самарские книгопечатники устраивали во второй женской гимназии елку для детей-членов общества, а в девять часов вечера елку для взрослых с литературно-музыкально-вокальной программой. Из литературных номеров программы вполне заслуженный успех выпал на долю господина Досова, прекрасно прочитавшего рассказ Чехова «Разговор человека с собакой», еще небольшой рассказ того же автора «Набис». Много аплодировали также госпоже Славяновой и другим декламаторам. Музыкальным номером программы была колыбельная песнь, красиво исполненная господином Чернышевым, а «Набис» была сыграна известная мазурка Винявского. Господин Вронский, пропевший романсы «Зачарующий взгляд и чайка», а также народную песню «Зачем я, мальчик, уродился» вызвал шумные аплодисменты. Последним номером программы был прекрасный роман с Глинки, недурно исполненной госпожой Мироновой под аккомпанемент пианино и скрипки. После литературно-музыкального отделения были танцы, затянувшиеся до глубокой ночи. 30 декабря в доме для рабочих, находившемся на Ильинской площади, было устроено литературно-музыкальное утро с обширной программой. В утре приняли участие госпожа Хардина, госпожа Славянова, господин Шумский и еще некоторые другие. А вот предполагая устроить елку для рабочих в ночлежном доме на Волге, господин Богословский обратился за помощью к местному обществу. Дело в том, что денег у этого дома хватило только на елку и свечи. А вот денег для приобретения лаптей, конуч, махорки и других подарков нет. В доме же в настоящее время ночует до 150 рабочих, для которых и предполагается устроить праздник. Просим всех, кто хотел бы оказать помощь ночлежному дому, посылать подарки и требовать расписки от заведующего. Кроме этого, в обращении уточнялось, что в раздаче подарков будут участвовать выборные из числа самих рабочих. Смеем также заметить, писал господин Богословский, что совсем недавно в ночлежном доме была оборудована читальня, сейчас остро нуждающаяся как в книгах, так и в географических картах. Душно от лакомств. Елка в поту клеем и лаком пьет темноту. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова